Уважаемые читатели моих книг и любители фотографических изысканий, сегодня я должен сделать такое своеобразное объявление, сказать об очень интересной выставке, которая привлекает внимание как методами, так и объектами. Дело в том, что сейчас, пожалуй, в единственном месте развития классической фотографии, имею в виду выставочном месте, галереи классической фотографии на Савинской набережной, проходит выставка, которая началась еще в конце ноября. То есть выставка продлится еще до конца марта, и это не очень-то много места занимает, но достаточно, чтобы составить себе представление. Это выставка Артема Василькова, которая посвящена очень интересной теме – паровозам. Ну, кстати говоря, к вопросу для экологов. Это одно из самых чистых средств передвижения, которое, к тому же, работает не только на угле, но и на возобновляемом топливе, а именно на дровах. Так что, с моей точки зрения, это очень экологическая выставка. Это, с одной стороны, а на самом деле это безусловный шедевр фотографического искусства, поскольку Артем, он проявил себя очень здорово, когда несколько лет снимал мотоциклы и людей, которые их изготавливали. Было несколько прекрасных выставок. Жалко, кто не видел. И сейчас вот он уже четыре года занимается паровозной тематикой. Выставка очень интересна. К ней приложен прекрасный альбом с фотографиями, которые выпущены в небольшом количестве экземпляров. Называется «Это все герои паровоза». То есть это действительно героическая выставка, как и сам автор. Там много снято и общих планов, которые, так сказать, уже у многих в зубах навязли, но такой красоты, как движущийся паровоз, во-первых, трудно себе представить, а во-вторых, очень трудно снять. Единицы кинематографистов, и да и фотографов могли это сделать. Артему это удается. Кроме этого, там огромное количество деталей, которые сняты. И плюс выставка украшена реальными предметами. Наконец-то многие могут познакомиться с гаечным ключом от паровоза, который скоро может быть пущен в действие. Так что всячески приглашаю на эту выставку. Послушайте, что говорит сам Артем о этой выставке, о ее целях. Ну и также познакомьтесь, конечно, с жалкими бледными копиями того, что висит на выставке. Потому что он снимает в основном камерой Хасельблат 6х6. Очень тщательная, точная печать и прекрасный результат. Фотографии черно-белые, поэтому тем более он откроет, так сказать, глаза на возможности этой отрасли фотографического искусства. Добрый день, меня зовут Артем Васильков, я фотограф, исследователь. Выставкой я хотел показать, что какие-то вещи остались настоящими, живыми, вещи, которые можно потрогать, вещи, которые связывают нас с теми эпохами и эпохой, когда делались настоящие проекты, когда были инженеры, которые были способны создать паровоз и выпустить его тиражом 5 тысяч в достаточно сжатый срок. Например, серия L паровозов или, например, серия EU, которая 11 тысяч, а серия E, которая была сделана около 12 тысяч штук. Общие планы мало интересны. Силуэт паровоза узнаваем, а по детально мало кто разбирал. Мы по косточкам разбираем механизм, отдавая основное внимание именно деталям, потому что по своей красоте и по функционалу именно детали показывают гениальность, собственно, замысла всего изделия и их красота, естественно. Паровозы сейчас сохраняются или не очень? Да, сохраняются. За последние годы было отреставрировано и доведено до рабочего состояния около 80 локомотивов. И они сейчас все участвуют в ретродвижении. Но получается, что ретродвижение сбегает вперед некоторых экологистов, поскольку в данном случае мы используем исключительно природное возобновляемое материал. Или это не так? Паровоз, по идее, является наиболее экологичным, по крайней мере, по выхлопу и по употреблению, потому что уголь превращается в сажу, вода в пар. И больше ничего паровоза, кроме небольшого количества смазки, которая капает с него, он ничего не выделяет. Никакого СО2 и никаких других газов. У меня впечатление от выставки такое, что мы как бы побывали в реальном мире. Железочников и настоящих людей. Вы именно это хотели передать своими портретами? Да, потому что именно в этом реальном мире это все снималось и выставка готовилась. То есть весь проект готовился на протяжении четырех лет. И все это время все съемки, сбор всех экспонатов, сбор колеса. И это все проходило в реально, в живых депо. Я сам ездил на паровозе, я сам работал кочегаром на паровозе. И я представляю более или менее за эти четыре года, как функционирует этот весь мир, именно паровозный. Таким образом, подводя некий итог, приглашению на эту выставку, должен сказать, что вы получите удовольствие, это точно. Потому что это большие фотографии, многие очень большого размера. Отпечатанные, в данном случае, цифровым способом, но отсканированные на барабанном сканере по полной программе. То есть так, чтобы было видно зерно, что сейчас достигается с большим трудом. То есть это реальная картина мира и жизни паровозов и людей, которые искренне и последовательно работают в этой области, восстанавливая, содержа их в рабочем состоянии и даже иногда прогуливая по железным дорогам. Сходите на эту выставку, может быть, вам будет интересно и познакомиться с этой областью человеческих усилий, где наша страна имела передовые позиции в начале 20 века. Желаю вам получить удовольствие от такого интересного фотографического искусства и от выставки Артема Василькова. До свидания.